Адвент – время ожидания пришествия Сына Божьего в мир, ожидания радости рождения младенца Христа. Каждое воскресенье Адвента посвящено особому духовному размышлению о событиях, предшествующих этому светлому празднику. В третье воскресенье мы вспоминаем служение Иоанна Крестителя, которого еще называют предтечей. На богослужении в Кафедральном соборе святых Петра и Павла третью свящу на адвентском венке по традиции зажгли дети. Она называется «Свечой пастухов» и означает пришествие Спасителя в сердца через веру в Его Святое Слово. Как пастухи увидели Спасителя в Вифлеемской пещере собственными глазами, так и мы видим его глазами веры. Свеча также символизирует, что мы делимся верой в Христа, подобно пастухам, и сохраняем ее в своем сердце. Символично, что именно в этот день было совершено таинство крещения двух девочек, детей прихожан церкви. Продолжается время адвента, время радостное, но время приготовления, потому что это время поста и молитвы. Мы предвкушаем приход Рождества как, с одной стороны, личного торжества, праздника, который касается нашей личной веры, потому что Иисус Христос призван родиться в наших сердцах. Мы должны стать для Него яслями, куда Он придет в образе младенца и будет возрастать в нашей жизни, и приносить свой плод. Ну и также это и приготовление к празднику церкви. Это великий праздник, к которому необходимо действительно готовиться. Готовится и внешне, готовится и внутренне. И церковь готовится, украшая алтари, церковь готовится таким образом, что люди дома у себя, в своих семьях, говорят о Рождестве, читают тексты о Рождестве, читают пророческие тексты о том, что должно явиться Спасителю в этот мир. И мы вместе ожидаем Царя, и к этому царскому приходу мы украшаем свои жилища, а самое главное, украшаем то жилище, куда должен прийти Спаситель, жилище нашего сердца. Оно должно действительно соответствовать вот этому царскому приходу. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы эта весть была слышна среди людей, среди тех, кто никогда не слышал ничего о Рождестве. Вот эти четыре недели Адвента, четыре воскресенья, в которые мы зажигаем свечи, в которые каждая из них имеет свою особую тему, они должны быть слышны не только в этих стенах, но и должны быть восприняты среди людей. Поэтому мы призываем каждого нашего верующего рассказывать, приглашать, чтобы люди прониклись тем, что сделал для нас Спаситель когда-то, 2000 лет назад, и что творит среди нас до сих пор, дарит нам спасение. Информационное бюро «Спектр», Москва.